Я пытаюсь приспособить некоторые факты, исходящие из трансперсональной психологии, к эстетике. Я почти убежден на 100%, что эти все вещи уже до меня были сделаны, и опубликованы, и написаны. Просто я об этом ничего не знаю. О чем идет речь? Мы по-прежнему продолжаем интересоваться вопросом. Почему же нам, например, интересно читать стихи? Раньше на эти высоты поэзия пыталась спускаться с некой метафизической позиции. То есть различать некие формальные состояния сознания, которых было, грубо говоря, три. И одно из них оказывалось достаточно важным для понимания того, что происходит. Почему нам, в частности, интересно читать стихи? Почему нам интересно читать то одного писателя, то другого? И рассуждали о том, что интересно ли нам читать Бальзака и Чехова в одном смысле, и все-таки вдруг у Никитых разных смыслов. Я хочу отойти от этих рассуждений формальных, а перейти к более содержательному разговору. А более содержательный разговор состоит в том, что, безусловно, человек, который читает стихи и определенные люди, они находятся в некотором состоянии, которое полезно назвать измененным состоянием сознания. Измененным состоянием сознания означает, что человек ведет несколько неадекватно его обычному поведению. Иногда у него текут слезы, он находится в ситуации экстаза и так далее. То есть, есть попытка рассмотреть это состояние, как состояние измененного состояния сознания. Значит, что это такое? Когда мы говорим о измененном состоянии сознания, и почему нам это важно? Измененное состояние сознания достигается всевозможными способами. Самое из них популярное, которое мы видели в последнее время, это расстановки по Хеллингеру, или, например, стратегические игры и так далее, когда, казалось бы, нормальный человек начинает вести себя совершенно странным образом. То есть, например, как в основках по Хеллингеру, человек, которого как бы расставляют, назначает из присутствующих в зале несколько человек на роль своего своих родственников, и почему-то эти люди начинают вести как себя эти родственники. Это и обладает определенным психотерапевтическим эффектом. Но здесь интересно не то самое, а интересно как раз, прямо интересно, что люди, которые участвуют в остановках, стратегических играх, они используют определенного рода экстаз. Я всегда говорил о наслаждении и говорил о абсолютном наслаждении, которое интерпретировал вслед за Платоном. Я напомню, что это такое было. Наслаждение Платона состоит в том, что сознание относится к самому самому. То есть, если человек, допустим, пьет воду и от этого наслаждается, то этому, говорит Платон, путешествует некое предыдущее состояние, состояние его недосдачи или его страдания, потому что от этого он страдал от жажды. То есть, и чувство наслаждения, говорит Платон, состояние страдания полностью уравновешивает состояние наслаждения. В то время, когда созерцание неких чистых истин, сознание имеет отношение с самим собой, и об этом мы говорим о наслаждении сознания. И в этом смысле была попытка сделать, приспособить к эстетике это понимание Платона наслаждения как чистое отношение с самим собой. Что когда видно, что сознание в каком-то эстетическом произведении не имеет отношение с самим собой, то это и называлось как бы ситуацией наслаждения. И от этой печки нам приходилось подрисать. Я хочу сказать, что неважно, работают ли расстановки по хейлингу или другие состояния трансперсональной психологии, которыми она занимается, как они интерпретируются, ясно, что мы имеем дело с определенным родом наслаждениями. Человека или сознание, которое находится в некоторых измененных состояниях, то у человека испытывает совершенно понятное наслаждение, то есть какое-то состояние экстаза, даже не знаю, что, откуда это проистекает, почему, но, по всей видимости, это не имеет ничего общего с платонской концепцией наслаждения. Я просто пропустил, платонская концепция это как удовлетворение желания? Платон говорит, что есть два рода наслаждения. Первое наслаждение это чувственное наслаждение. Когда я пью, я наслаждаюсь. Ну, говорит платон, я наслаждаюсь только тогда. Влад, оставьте ее не долго, ты будешь постоянно крутить ее. Интереснее будет смотреть видео, если меняется. Ну, это понятно, но ты, например, полностью не будешь слушать сейчас, а превратишься в этот стопок в видеокамеру. Я по себе знаю. Я по себе знаю. Чувственное наслаждение требует отсутствия перед этим чего-то. Причина является... Чувственное наслаждение, оно, ему предшествует некое страдание. Если ты страдаешь от жажды, ты пьешь, ты наслаждаешься. Вот это так. Но есть некоторые состояния, когда... Им не нужна причина предыдущая. Так, когда им не нужна предыдущее страдание. Им не нужно предыдущее страдание. Это говорит Платон о отношении сознания с самим собой. То есть ты... Некоторые интеллектуальные чистые наслаждения. То есть сознание относится к самим собой. И в этом смысле можно сказать, что оно наслаждается. Ну, наслаждается или не наслаждается непонятно. Просто оно соотносится к самим собой. Наслаждение для страдания... Вот это и есть наслаждение. Это он говорит о наслаждении. То есть ты занимаешься математикой, умственной какой-то деятельностью. Ты наслаждаешься. То есть, когда самосознание соотносится с самим собой, страданий не бывает. Да. Получается, да. Вот это Платоновская ситуация. Что ты оказываешься, когда ты отношение к миру посвянулся с самим собой. Когда ты вступаешь в отношения с самим собой. Что это получается? Что тебе ничего внешнего не предпослано. Ничто тебя не ограничивает. Как жажда ограничивается наслаждение водой. И в этом смысле мы говорим о Платоновской концепции чистого наслаждения. Но эта концепция, она может быть с технической точки зрения хороша. Но меня некоторые чистые применения на практике, они очень сильно смущают. По крайней мере, я могу месть такое полное ощущение. Об этом можно будет поговорить когда-нибудь. Что когда ситуация, как ты говоришь, чистого отношения с самим собой, является прямо обратным, является абсолютно страданием без сознания. То есть можно такое применить. Это вот. Это так. Но я хочу обратить внимание на следующую часть. Ситуация измененного состояния сознания, которая возникает в ситуации остановки по хилингу или кого-либо еще. Оно является тоже ситуацией наслаждением определенного рода. В чем оно состоит? Что такое, вообще говоря, измененное состояние сознания? Мы все знаем, что такое гипноз. Гипноз – это когда сознание человека по каким-то принципам отключается, и перед нами оказывается подсознание человека. Это подсознание обладает большим количеством удивительных фактов, которые кажутся чудесными, мистическими и непонятно откуда взявшимися. Ну, например, мы в этом состоянии можем чувствовать другого человека как самого себя. Мы можем заменять себя как другого человека как самого себя. Чего там только не бывает. Каких там только удивительных вещей. Но здесь важно, что есть обычный, жесткий, тоталитарный, императивный гипноз, когда при помощи гипнотизера, при помощи определенного геотехника особых препаратов сознание отключается, и перед нами оказывается подсознание. То есть, сознание отключается, подсознание появляется. Но есть и другой, мягкий, так называемый, гипноз, который связан с именем Милтона Эркстона, и называется Эркстонс Нианским в английской транскрипции, или просто Эркстонским или Милтоновским гипнозом. Значит, он состоит в том, что сознание у тебя никуда не отключается. То есть, у тебя сознание в этом присутствует, но почему-то подсознанию становится интересно с тобой общаться в этот момент. Вот так создается ситуация. И оно включается наряду с сознанием в эту самую ситуацию. Точно так же мы посмотрим на основку Хеллингера. Почему я говорил тогда перед Слегом? А похожа ли она на Эркстонский гипноз? Она там точно. Ты от сознания ни в коем случае не избавляешься. Но ты оперируешь своему подсознанию, оно здесь перед тобой разгортывается, и учишься, и умеешь использовать определенные ресурсы, которые для нормального сознания оказываются совершенно недействительными, то есть удивительными. Чем же сознание отличается от подсознания? Ну, это другой вопрос. Но я опять продолжаю, сейчас я буду об этом говорить. Значит, что здесь является действительно странным? Вообще говоря, когда мы говорим о сознании в первую очередь, то надо понимать, что сознание — это нечто, которое нам помогает скрятаться от мира. То есть это совсем не тот инструмент, в первую очередь, который мы побеждаем и осваиваем мир. Это в первую очередь как у улитки раковина. То есть для того, чтобы мы от мира каким-то образом спрятались, от него защитились. Психологи говорят, что память — это не искусство помнить, память — это искусство забывать. Это забывать все, чего можно. Все, чего можно забывать и оставлять только то, что тебе нужно. Некоторые концепции. Когда ты увидишь что-то неизведанное, ты, говорит, маркеваешь собой, ой, до этого быть не может. И возвращаешься к своим эго-доминатным мирам. Эго-доминатные миры, ну, самая из них распространенная. Мелкий клерк, служащий, он каждый день ходит на работу, зарабатывает деньги, да? И в его мире есть архиа, в котором он следует. Он хорошо разбирается в марках машин, и у кого машина круче по марке, тому как бы и жизнь удалась, тому и жизнь интересна. То есть вот такая ситуация. И он в этом такой среде, она ни на чем не основана, кроме некой собралось много субъектов, и они так договорились, что мир будет такой, что БМГ-6 в этом мире очень хорошо ценится. А что там, ржавая восьмерка не ценится. Ну, вот такой мир, вот так он устроен. Он ни на чем не основан, кроме как на некоторых совокупности договоренностей между определенного рода людьми. Вот. Поэтому как бы сознание это то, что позволяет смотреть и не видеть. Слушать и не слышать, да? И наблюдать, и не понимать, что происходит. Это в первую очередь сознание. То есть сознание это способ бегства в действительности. Это некое, в котором ты защищаешь свою цельность. Некая ракушка специальная, за которой ты спрятался, и мира этого не видишь. Это как улитка. Она ползет, она выставила щупаться, она что-то чувствует. И представьте, с нее сняли панцирь. При ней открылся весь мир. Она чувствует всем телом. Она видит все, всю всем телом. Как бы это. Она ощущает других улиток, которых тоже сняли панцир, из которых не снимали панцир. Тоже всем телом. Она их ощущает и видит. Но приплывает болце к ловам, которые живут у меня в том аквариуме большом, и эту улитку без панцира съедают. Ползание панцира тоже съедают. А как же быть тогда с тем, что Фрейд считал, что извлечение от психоза наступает в момент осознания своего, так сказать, психоза или невроза? Как невроза. Да. Невроза, да. В момент осознания свои проблемы. Это тоже имеет место. Нет, просто у тебя получается, если в сознании есть способ убегания от реальности, тогда, во-первых, непонятно, что такое измененное сознание. Потому что, казалось бы, наоборот, есть сознание, которое в этой реальности находится, а измененное состояние сознания пытается убежать от этой реальности. Измененное состояние сознания – это как раз измененное состояние сознания. Это когда тебе, как в Мирталлергсовском гимнозе, подсознание является перед тобой в качестве чего-то существующего. В обычной ситуации, например, классическая философия, это правильно, она подсознание не знает. То есть, перед кем является подсознанием? Перед кем? Перед сознанием. Вы вообще считаете, что алкоголизм, наркомания, всякого рода ушибы, удары могут привести к измененному состоянию сознания? Да, да. Значит, измененному. Почему пятидесятники так удачно лечат наркоманию? В чем здесь? Значит, наркотическая зависимость на что состоит? Она из амокологической зависимости состоит. То есть, когда ты не можешь жить без данного препарата. Ну, вот как происходит с этим алкоголизм в высоких стадиях, когда тебе в организме нужен алкоголь, а у тебя организм его перестает вырабатывать. Физиологическая. Физиологическая зависимость. И чисто психологическая ситуация, когда тебе приятно находиться в этом измененном состоянии сознания. Почему пятидесятники наркоманию так удачно лечат? Вот все не лечат, а они лечат. Почему? На чем устроены? Потому что у них есть пятидесятников, у них есть состояние вот этого, которое они интерпретируют специально. Они в него ходят, они в нем существуют. Это когда Святой Дух на 50-й день снизошел на апостол. Поэтому они пятидесятники. То, что они по большому счету предлагают, они предлагают вот это самое измененное состояние сознания вместо сознания, в котором привык жить наркоманы. Наркоманы, несмотря на то, что для многих существует и фармакологическая зависимость, для них это оказывается приемлемо является достойной альтернативой. Они в этих котлах, значит, селятся рядом с ними, они далеко от них не уходят, потому что наркоманы понимают, что они даже срываются. Ну вот, они почему так удачно? Я не знаю, я не ответил, конечно, на полностью эти вопросы. Просто вопрос, я хочу сказать, что если сознание, есть способ убегания от реальности, а как реальность нам дана? Казалось бы, реальность дана только через сознание. Вот эксперимент опять известный, по поводу, кто из них живет в реальности, а кто не в реальности. Так называемая маска, да, обычная, вот она объемная. Вы на эту маску можете смотреть двумя способами. Вы можете наружу смотреть, тогда она выпуклая, и на нее можете смотреть изнутри, тогда она вогнутая. Да? Известный эксперимент, что для нормального, здорового человека маска, которую ты ее фотографию показываешь, ты ее различать не можешь. Она для тебя всегда выпуклая. Ты всегда будешь интерпретировать эту фотографию как выпуклая. То есть ты этих двух состояний не различаешь выпуклая и вогнутая. Потому что сознание твое работает, оно интерпретирует действительность одним единственным способом. Ну известно, что под воздействием одного очень популярного препарата ты можешь различать эти состояния. То есть ты отличаешь выпуклой от вогнутой. И при большинстве количества шизофрений, ты тоже, когда у тебя сознание нарушено, ты тоже отличаешь выпуклой от вогнутой. Шизофреник отличает выпуклой от вогнутой. Нормальный человек не ее отличает, а он отличает. По фотографии? По фотографии. Он отличает выпуклой от вогнутой. Но это же вопрос тренировки. Что там? На людей очки, которые мир переворачивает. И люди со временем приспосабливаются в этом мире жизни. Я так хочу сказать. Сначала они падали, шатались, потом привыкали. Понятно. И потом самое смешное, что когда очки снимали, им точно так же надо было приспособиться к тому миру, который они видят. Тоже читать справа налево, слева направо. Да. Это же вопрос. Это не вопрос реальности. Понимаешь? Это не вопрос реальности. Он никакого отношения к реальности не имеет. Это вопрос скорее к психическим особенностям восприятия человека. У человека есть психические особенности восприятия, естественно. Я так как раз хочу сказать, что это прямо наоборот. То есть он не имеет отношения, этот эксперимент, с перевернутыми очками. Просто проблема, что люди с нарушенным таким образом сознанием, то есть типа поврежденным его, то они оказывается, что воспринимают действительность окружающий мир гораздо полнее и точнее, чем люди, у которых продолжаем нарушение сознания. Это тезис очень спорный. Когда можно полнее и точнее, а когда и не полнее, понимаешь? Очень спорный тезис, я сказал бы. Они вас понимают по-другому. Потому что, понимаешь, у нас единственный способ данности мира – это через сознание. И разговаривать о том, что сознание – это просто двигание от мира. Точно так же. Сомнительно, сомнительно. В остановках по Хеллингу, человек обычный нормальный, он какого-то постороннего человека никогда не чувствует, не понимает. Да ему и дела нет для его родных, для его бабушек, дедушек, племянниц и дедей. Тем не менее, в остановках по Хеллингу, посторонний человек с определенного чувствительностью начинает себя вести и ощущать так, как эти самые бабушки, дедушки какие-либо еще. То есть… Не, ну вот разговор у тебя об измененных состояниях сознания был как бы корректен. Есть обычное нормальное состояние сознания, где реальность дана просто обычным образом. Да. А есть измененное состояние. Вот этот разговор вроде похож на правдоподобное. А вот другой разговор, что сознание является способом убегания от реальности – это какое-то неправдоподобное дело. Как раз измененное состояние сознания, как бы, это и есть способ убегать от реальности. То есть, обычное состояние сознания нормального человека, и в этом состоянии сознания находится большинство… Это… Норма называется норма. Это нравственный разговор. Это нравственный разговор. Что из них назвать убеганием, а что назвать… Нет, а ты же этот нравственный разговор будешь. Ты говоришь о реальности. Я просто хочу сказать, что память – это искусство забывателя. Ну, ты хочешь сказать, что человек помнит вообще все? Да, человек помнит вообще все. И при определенного рода нарушениях такие вещи бывают. Но тогда он перестает вообще жить каким-то образом, потому что, по-моему, вспомнить, как магнитофону на пленке приходится приматывать свою жизнь дальше и дальше. Такие нарушения есть и не описаны в литературе, достаточно часто они встречаются. Такое бывает. Есть замечательная теория, значит, Фрейд открыл психоанализ как таковый, а выяснилось, что на самом деле, что вот это самое подсознание, какими оно свойствами обладает. Оказалось, он действительно буквально смысл помнит все. У тебя есть два главных категории в мире, два таких состояний, два, наверное, опыта или паники, которые состоят из двух факторов. Первый фактор – мощнейшая травма. Это родовая травма. То есть, когда человек рождается, считается, что мы же об этом не помним, как мы шли по этому каналу, как нас вращала кушерка или что-либо еще. Подсознание об этом состоянии помнит. И оно в этом состоянии оказывается для него очень важным. Уровный вопрос. Полный вопрос. Просто человек может, что называется, нафантазировать себе, видя, так сказать… Подсознание, да. Видя, так сказать, взрослый человек уже видя извне, может видеть, как это все происходит, и потом уже в своих фантазиях, отключив сознание, вдруг вспоминает… Вторая ситуация – это теория тимогенерии. Контор-лов сознания – это когда… Человек же не помнит себя он больше 7 лет практически. Ну, там отдельные воспоминания. Ну, так говорят, Лев Толстого, человек там помнит. То ли в возрасте двух, то ли трех лет. Ну, в каком возрасте, если спросить человека? Если в 70-летнего, то, наверное, он не помнит себя в 7 лет. Ну, надо сказать, что… А если больше ребенка 10-летнего, наверное, он помнит себя в трех лет. Тоже, как правило, большинство очень мало помнит. То, не менее, спрашивает задачи, исчезает ли эта информация бесследная или когда она человеку больше не нужна? Оказывается, нет. Оказывается, что у этого подобного рода информация все время с тобой присутствует, и она составляет факт содержания того, что называется, подсознание. То есть два факта являются самым главным. Это прохожение по контурам сознания. Вот от ребенка, когда он ничего не видел, только ходил, щупал, пробовал и всякое прочее. Да, руками и ногами, чем еще. Брал его вещь, облизывал. Это его самое первое, это годовалый ребенок. Вторая ситуация. Они говорят, как о ситуации воли Тимофея. Это когда он так хорошо научился ползать, ему так хорошо, приятно, он подволакивает под собой ногу. И тут он вдруг встает на своих ножках и шатаясь куда-то идет. Нет никакого позыва, чтобы не ползать, ему встать и пойти. Но он тем не менее идет и встает. И вот они, игрушки, они в нем лежат. Значит, он пинает их ногами. Все равно вот он идет, он выше всех. Тимофея говорит о ситуации, как о фирме ранней воли. И почему, когда находили детей среди воспитанников животных, они, по-моему, там не ходили, а на четыреньках ползали? Ну, возможно. То есть маленький ребенок просто видит, что перед ним родители на двух ногах стоят? Возможно. Пойти их, это так удобно было плавать. Это Тимоти Деярия, который он против. Тимоти Деярия, который он против. Тимоти Деярия, значит, есть и другие, значит, коноконтурные сознания, которые возникают позже. Тимоти Деярия, в которых он их описывается. Я, что хочу сказать. Иногда некоторые люди думают, что они живут, допустим, делают некоторые сознательные поступки и что-либо еще. На самом деле фиг. На самом деле, скорее всего, некоторые, когда отзываются ситуации, иногда они просто ползут по этому самому водовому каналу. Им кажется, что они борются с взором препятствий, делают карьеру, фиг. Они ползут по этому каналу снова и снова. То есть именно подсознание за сознание означает мир. То есть вот эти скрытые импульсы, так называемые, скрытые поступки. У тебя такие тезисы сильные, ты как их будешь защищать-то? Ну, карьеру. Ты думаешь, можно проверить, на самом деле, что управляет нам подсознанием или сознанием? Вот. Ведь что такое подсознание? Ведь на самом деле вот эта вот вещь в себе, которая в канцерской философии введена, которая является причиной, так сказать, всего явленного мира. Это вот подсознание, это фактически вот этот отросток, да, вот эта вещь в себе. Вот у нас есть нечто как бы глубинное, более глубокое, чем то, что мы знаем. Если бы. Незнаемое, да? Вот она управляет тем, что мы знаем. То есть есть тезис, по-моему, что сознание – это такое сознание, которое мы ничего не знаем. На самом деле это не так, благодаря всевозможным состояниям типа Эксерского. Да? На самом деле подсознание делится на два. Есть подсознание, которое может быть осознанно, да? То есть оно доступно сознанию, но оно просто сейчас по каким-то там причинам вытесняется, да? И есть второй уровень, который в принципе не может быть осознанным. Это связано, допустим, с автоматизмом. Сердце бьется, там у него как-то глаза как-то сужаются, расширяются, там кровь как-то течет по нервам. Есть физиологический уровень, да? Он тоже как бы участвует в психических процессах и как-то на них влияет, да? Который просто невозможно осознать. Мы не знаем такой причины следственной цепочки, которая приводит, допустим, что в человеке с ним происходит на физиологическом уровне, и что в этот момент происходит на психическом уровне. Мы не можем это знать. Есть тот уровень, который в принципе не может быть осознан? Никогда! Потому что есть тот уровень, который может быть осознан. А есть уровень, который может быть осознан? Я хочу, ладно, давайте мы сегодня, поскольку говорим в эстетике... Есть, что происходит, когда у человека выключается сознание и проявляется подсознательно? Чем это отличается от сознания? Вообще всем. Сильно отличается. Нет, просто тезис. Ситуация гипотетизированного. Философский тезис, просто как мы сформулируем, что Игорь говорит, что на самом деле человек управляет подсознательно, да? Я хочу сказать, что весь мир, в котором мы живем... Это очень спорный и сильный тезис. Что этот мир, он означен часто подсознанием. То есть те значения, которые мы принимаем и которым следуем, на самом деле являются продуктом деятельности просто подсознания. Человек, допустим, либо находится в ситуации... Вот он всепобеждающий... То есть сознание это просто некий механизм, который реализует то, что ему приказывает подсознание. Я хочу сказать вот такую, может быть, не философскую концепцию, естественно, научную. Она состоит в том, что... Я никогда не понимал этого тезиса, что сознание в отношении к миру до конца опосредует само себя. На деле, скорее всего, когда оно имеет дело со значением каким-то, со знаком, с диваном, с чем-то еще, с любым поступком, с нашим. Мы имеем дело не с так называемой реальностью, а являем уже с продуктом деятельности подсознания. Сознание всегда работает только со знаком, а оно не работает... Игорь, а почему ты думаешь, что введя подсознание, ты на самом деле эту цепочку остановишь? Почему за подсознание не будет стоять какое-нибудь надсознание, потом еще какое-нибудь гиперсознание, мегасознание и так далее? Почему ты думаешь, что если ты будешь искать причину нашим сознательным поступкам, эта причина цепочки не уйдет в бесконечность? Это вопрос связан просто со свободой. Как тут быть свободой человека? Если причиной наших поступков является подсознание, то человек просто робот. Ну, практически так, да. Вот у тебя эта ситуация... Часто у тебя причина своих поступков... Так часто или всегда? Все-таки это тоже важно. Конечно же, бывает, причиной наших поступков является, допустим, плохо переваренный обед, да, правильно? Ну да, я бы сказал, что не почти всегда. Нет, давай, почти всегда, это какой-то странный дезис. Почти всегда. А давай я обосновываю тезис, скажем так, все-таки более сильно, да? Всегда. То есть человек не свободен, да, и его сознательными действиями руководит подсознательный индус. Вот такой тезис. Да, тезис, что человек изначально не свободен, его... Вообще. Ну, вообще. Пусть будет вообще. Ну, пусть так будет. Ну, он говорит, почти, но будем говорить вообще. Ну, пусть будет вообще. Потому что мне эта ситуация, она сейчас не важна. То есть я ей не занимаюсь. Ситуация, как он свободен, как сознание и по сознанию взаимодействует нарушающую миру. Мне просто надо написать, обрисовать некую естественно-научную картинку. Я эту естественно-научную картинку описываю. Да? То есть я говорю следующим образом, что восприятие поэтического текста – это такое восприятие, которое позволяет человеку с определенного уровня духовной позиции, развитой муристовичью, входить в своеобразное состояние транса. Состояние транса состоит, что наряду со сознанием, каким-то образом является опор сознания, аналогично так, как это происходит в ситуации александрского гипноза. Вот оно наряду к нам и является. Но оно не обладает большим количеством ума, которым обладает сознание, допустим. Ну, например, она очень часто ведет себя как идиот. Для него одно значит другое. Нету ни метафора, ни гиперпу. Одно значит другое. То есть это примитивно. Но с другой стороны, у тебя оказывается, твое восприятие, оно оказывается по большому часту, часто богаче. Значит, у тебя оказываются доступны все эффекты, которыми обладают в остановках по Хеллинге, это эмпирический факт, с одной стороны. С другой стороны, ты, ну, начинаешь, может быть, и мир богаче чувствовать, что эксперимент с маской это подходит. Эксперимент с маской. Это вот такое примерно рассуждение. То есть, читая стихи, ты впадаешь в некое состояние? Да. Это зависит от человека. Если он владеет русским языком, читая стихи на русском языке, ты впадаешь в некую ситуацию транса. Эта ситуация транса очень похожа на ситуацию эксенцианского гипноза. То есть, у тебя подсознание, то есть, что ты по большому счету? То есть, у тебя подсознание, оно как бы спит. Что в эксенцианском гипнозе получается? Чтобы создать такую ситуацию, когда подсознанию интересно становится к тебе и явиться сюда. Так оно спит, занимаешься искромной деятельностью, что означает, а так ты живешь как сознание. Игорь, знаешь, такое есть направление в живописи, это дадаизм называется. Они как раз ставили на такой позиции, что на самом деле творчество, это в каком-то смысле ребячество. На самом деле, падает ребячество, как какое-то измененное состояние сознания для взрослого человека. И с этой позиции уже что-то творить. Возможно, возможно. Не кажется ли тебе, что это на самом деле является социальным посылом? Понимаешь? То есть, люди не хотят брать на ответственность за себя, оставаться в сознании? Ты изначал с того, что сознание – способ убегания. А я говорю наоборот, что сознание, оно всегда стоит на своем. Оно показывает реальность так, как она есть. Но вот убежать от нее можно, в частности, таким способом, как ты. Стать поэтом, стать художником-дадаистом. Ну, это вопрос, что он понимает под реальностью. Или, есть еще очень эффективный способ, который, на самом деле, называется запрещенным. Это изобретение в конце старых годов ЛСД. Что она, по большому счету, делает? Оно как раз, вот в эксперименте по маске, люди, принимающие ЛСД, то есть, в основном, ЛСД, а также, иногда, и другие психотерики, они, например, эту самую маску могли воспринимать таким и другим способом. По всей видимости, ЛСД является таким препаратом, который, как бы, вот это ограничивающую, запрещающую деятельность сознания на время отключает. Она его на время отключает, и благодаря этому тебе становится доступно все восприятие, как бы, окружающего мира. В этом смысле есть и мощный эксперимент в общество. Люди под ЛСД, и это тоже является общеизвестным фактором, гораздо активнее и лучше творят, создают новое, придумывают, решают те концепции, но наиболее известные. Это как раз есть обратные факторы. Люди под воздействием наркотиков, как бы, сами думают, что они творят, когда она утром просыпается, так сказать. После Бадуна выясняется, что они написали одно слово, какое-то нерву, понимаешь, и им казался он такой великой многозначный, что они там великие теоремы, Самый известный эксперимент открытия под ЛСД, это, конечно, спираль ДНК-крика. Что открытие? ДНК. Под ЛСД? Да, под ЛСД. Под ЛСД. Кто это? Да? Вот самый Крик. Крик это, Крик это описывает. Ну, я понимаю, что Павел не считает, что Медилей во сне там свою таблицу сочинял. Я боюсь, что здесь никакого отношения не имеет к наркотикам, а просто так устроено наше мышление, что оно... Когда-то сработало. Да, если передние повторные задачи, оно комбинирует, комбинирует, комбинирует. Достаточно большой список этих людей, которые работали, крайне известных людей, принимали ЛСД. Под именно под ЛСД. ЛСД будет слов? А? ЛСД сегодня. Нет, ЛСД в России считается, что ЛСД невозможно. Что оно достаточно сложно синтезироваться. Под видом ЛСД у нас предлагают людям новую психодерию. ЛСД вообще, это изначально не синтетический препарат? Ну, в общем, да. Ну, мы не синтезировали, да. Предлагается долго на год. Вот. И тогда... Ну, понятно, что искусство с юридическим изменённым состоянием сознания. Да. То есть, искусство – это как бы способ политического транса. Это, говорю я. В постмодернизме, как бы, вот, в частности, Жиль де Лёс, да, у него есть такое представление о том, что, как бы, вот, творческие люди, вот, они должны достигнуть состояния, ну, скажем так, в кавочке «сумасшествия», да, там, какой-то крайности, да, но не впасть в клинику, то есть не заболеть. То есть, а в этом способе достигается алкоголизм, наркомании, там, распутанные жилья, языки, другие вещи. Ну, это понятно, но в этом ЛСД лучше всех, потому что оно не имеет никакого фомологического привыкания к нему или не привыкания. Вот. Но, с другой стороны, оно дает в ничтожных дозах, а дает удивительные эффекты. Удивительные эффекты. В том числе, как бы, считается, что начинаешь… Так это, и постмодернисты рассматривают такие изменные сознания, как, своего рода, продолжение революции, да, вот, была революция социальная, была революция сексуальная… А бывает молекулярная. Да, а теперь осталось освободиться… Это… Эта концепция к нитивному обществу или молекулярному обществу, она принадлежит Тимоте Лере, о котором мы уже сегодня говорили, когда у нас детки ползали по полу, да, а потом вставали на ножки и лишили и кружки кинали. Он считается главным ЛСД, так он называется. За это он отсидел 8-9 лет. И был имя сформулирован манифест к нитивному обществу, который состоит в том, что любой человек… А в чем проблема ЛСД? Потому что формологическое привыкание не возникает, но обычный человек, который попробовал ЛСД… В зависимости от формологической зависимости. Да, не привыкнет, не привыкнет в формологической зависимости. Который попробовал, уже никогда не становится тем же самым. То есть, происходит фундаментальное изменение личности. Вот в этом. В первую очередь, он перестает играть, как правило, в эго-доминатные игры. Вот эти самые, с машинками, с телефонами и всяким прочим. У него есть много других, но у него есть удивительное количество очень приятных последствий. Он, потому что, например, лечит шизофрению примерно на 80% случаев. Что? ЛСД? ЛСД. То есть, изменение состояния, изменение сознания самого, можно его изменить таким образом, что следующая личность будет здоровой. То есть, если бы это было так, массивно применяли бы для этих целей? Применяли. Когда-то применяли, но в 68-м году, после эволюции студенческой, ЛСД оказалось запрещено. Я думаю, оно было запрещено, в первую очередь, по той самой простой причине, что человек перестает вести, согласно терять и помощь, но перестает играть в эго-доминатные игры. Что перестает? Эго-доминатные игры перестает играть. А общество, лишенное дифференциации цветных штанов, лишено перспективы. Ну, перестает быть социально управляемым. Да, перестает быть социально управляемым. Сколько еще? Вот это и есть движение хиппи, оно как бы на этом основано. Мы как бы об этом мало знаем. Потому что Россия, оно не коснулось. Оно коснулось Францию, где было вплоть до баррикард или битвы на улице. Оно коснулось Америку, когда это было. И, по всей видимости, с применением психоделика всяких прочих, что я хочу сказать. Обычные, традиционные формы государства, мироустройства невозможны. Как государство, что-то либо еще. Ну, как ты будешь управлять с людьми, которые, грубо говоря, сегодня они одни, а завтра они меняют собственную личность. Это очень забавно, что, казалось бы, Тимоти Лерий должен выступать сторонником из возможных так называемых заторитарных культов. Он являлся их главным противником. Тимоти Лерий принадлежит такая работа технологии изменения сознания в деструктивных секторах. То есть в святителях Иеговы, в пятидесятниках, последователях Хаббарта. Он говорит, что это те общества, и он написывает технологии, которые меняют вам личность, изменяют ее. Таким образом, что это происходит скрыто от самого человека. Человек погружается в эту среду, а потом он меняется другим человеком. Эти теории, сетевого маркетинга всевозможные, вот эти самые штуки. Он считает, что человек обладает абсолютно правом свободы, меняет собственную личность. Только при ЛСД это меняется спонтанно и не контролируемо. Ну вот имелась работа, которая... То есть одни изменят ее в хорошем направлении, а другие в плохом. Непонятно на самом деле, нужно ли это обществу на самом деле. Потому что... Это так и есть. Есть одна из фундаментальных проблем, она состоит в том, что люди склонны иногда к шизофрении. Нормально не сдавал люди для этого. После приема ЛСД меняли ее в пользу в шизофрении. Представляете шизофрению? Ну вот есть такой вот прибород. Там есть еще есть. Конечно, тезис, когда ты про сознание говорил, надо просто его уточнить. На самом деле, дело не в том состоит, что сознание реальности искажает или скрывает. А дело состоит в том, что в сознании действительно есть некая социальная, навязанная структура. Сознание у нас упорядоченное как-то и структурированное сверху. И она социально адаптированное, да. Нечто социально адаптированное и навязанное. В этом есть резон, да. Но это не значит, что она искажает реальности. Скорее она просто... Скорее она как бы делает реальность такой, какой она должна быть для совместного проживания людей. Даже бы друг друга, условно говоря, не убивали, да. Чтобы они друг друга узнавали и так далее. Другое дело, что понятно, что под воздействием наркотиков человек уходит в какие-то другие измерения, да, где уже как бы вот это вот нарушаются социальные связи, да. Человек может во что угодно прорвать цены там. И хорошо, если это человек творческий, и он направит эту энергию в творчество. А ты, может быть, и в деструкцию уйти там, и вплоть до... Ладно, в деструкцию направлено самого себя, и направлено... В вопросе у нас состоит в следующем. Людей, которые ЛСД по-прежнему вещают, они говорят, что следующим. Что если человек имел предпосылки стать шизофрением, то, конечно, он под воздействием ЛСД может двинуться в этом поле. Для нормального человека это не существенно. То есть, что я хочу сказать, отступая от болезни. Болезни это как бы слабая разница ЛСД, да? Нет, на самом деле есть же социально приемлемые способы изменения сознания. Почему? Обязательно надо применять химические способы, формоклонические способы. А какие есть социально приемлемые способы? Пожалуйста, там. Ну вот они сейчас, правда, баллы используют танцы, песни, всякого рода. Раньше были хороводы, были праздники, были всякие... Но это мелочи. Или это религиозные. Это такие изменения сознания, которые... Есть определенные упражнения, есть медитативные. Не-не-не, по сравнению с ЛСД это вообще слабо все. Нет, это все слабо, но это способы приемлемые. Социально приемлемые, они контролируемые. В том смысле, что человек сам может проследить... Ты понимаешь, тезис состоит, что с ЛСД ты тоже можешь сам проследить, куда тебе меняться, в какую сторону. Ты сам управляешь этот процесс? Нет, как раз я подозреваю, что нет. В тематиллерии поставили кучу экспериментов, и вот они это написали. Там, по-моему, спонтанно происходит, спонтанно. Ну вот вкололи или сделай, что дальше? Что тут может человек управлять, как? А там и расписано достаточно подробно по пунктам, как и что происходит. Например, возьмем религиозное состояние. Люди впадают в состояние религиозное состояние. Почему вкололи? Две копинки соли. Доза ЛСД это две копинки соли. Ты ее понимаешь внутрь. Что, что-то похоже на Карлоса Кастанеда, что ли? Ну, Карлос Кастанеда тоже об этом. Карлос Кастанеда тоже об этом. И что делают эти маги, как Карлос Кастанеда? Значит, они используют чего только? Они используют простой аналог ЛСД, который содержится в грибах. Который нужно как разно больше дозы. В любом случае это какая-то доза. Который токсичен. На физиологическом уровне он называется? Пьет называется. Да, пьет и пьет. Вот и его принимаешь. Точно так же. Он немного токсичен. На самом деле, если думать, что сахар является таким же наркотическим средством. Он тоже одурманивает их. Конечно, сахар. Проблема, еще раз. Кабак, сахар. Не в том, что он одурманивает. Это не героин, это не кокаин, это не сахар. Как раз кокаин-то не одурманивает. Героин одурманивает кокаин. Это не героин, не кокаин. Психоделики действуют иначе. Кокаин проясняет сознание, он не одурманивает. Просто. На самом деле. Опиум тоже, по-моему, не помню. А если человеку сначала не нравятся стихи? Я говорю, что зависит от человека. Если ты не знаешь русского языка, я максимально люблю эту вещь, то значит тебе и это состояние недоступно. Понимаешь, дело же не в секах, а дело наслаждений. Человек, например, мой брат, законченный наркоман, героинчик. На самом деле, ему уже не важно. Он сейчас с героином не колется, он нюхает всякие краски. Я просто спрашиваю, ради чего это все делается. В тех состояниях достигать какие-то состояния невозможно. Допустим, на стенах есть какие-то картины. Совершенно искусные картины. Они постоянно перемежаются. Просто он видит разрисованные стены. Он ходит через стены. Какие-то пространства новые открываются, виды какие-то. Понимаешь? И так далее. Просто непонятно, что открывается. Открываются внутри тебя какие-то миры, о которых ты не знал и не видал. То есть ты начинаешь жить другом? Да. И человек, что называется, живет полной жизнью. Есть такое понимание психонавтики еще. Психонавты есть. Люди, которые ходят в такие состояния. Космонавты ходят в космос. Дело не в зависимости. Дело не в том, что он фитформалкологически зависим, а дело в том, что даже если его вылечить, он все равно будет стремиться к этим. Потому что реальность, которая наша социальная, реальность общая, она настолько... Она другая. Она неинтересна. Вот ты вот с парашюта прыгаешь, и ты вот те ощущения, которые ты переживаешь, ты не можешь сравниться с повседневностью. Правильно? Ты всегда скажешь, что вот... А тут... А ты представься, что там эти впечатления многократно, сто кратно, тысячи кратно... Я понимаю, я понимаю. Но прелесть-то вся в том, что, впадая в это состояние, он управляет этим состоянием. Если бы он им не управлял... То есть мы вот здесь вот, мы не можем управлять. Там управляет, не знаю, там, государство, правительство, законы и так далее. Когда человек впадает под воздействием наркотиков в это состояние, там им. Никто не управляет, кроме его самого. Не, он там не управляет. Там управляет... Он не управляет, он не то понимает. Если бы он понимал ЛСД, он бы управлялся. Хотя... Он там управляет, насколько все вести, никто ему не помешает пройти все вести. Человека настолько не запрещают. Там нет запретов. Мы лучше не понимаем. В том мире нет запретов. Что, мол, группу из голоса не аргумируют. Игорь на самом деле, тему-то я очень щепетильно поднял. Потому что эта проблема общечеловеческая из давних времен стоит. Есть две позиции. Есть позиция, что это действительность сознания и с особого рода реальность. И трансперсональная психология как раз говорила о том, что это не просто иллюзия виртуальной реальности. Это настоящая реальность. Две реальности есть. Есть наша социальная общепринятая реальность. Она связана с физическим телом. И вторая реальность, которая нам скрывается благодаря измененным состояниям сознания. Вторая реальность. Я хочу сказать, что наша реальность повседневная с эго-доминантными играми, она состоит в том, что это улитка, которая сидит в ракушке своей, и там что-то высовывает в лазер, и смотрит куда-то на них чуть-чуть. А когда ты оказываешь ситуацию измененного состояния сознания, так называемого, скорее всего, это и есть тот самый мир. Страшно это состоит в том, что если это допустить в массовом порядке, то просто человечество становится. На самом деле. если человек так случится, то просто все остановит. Перестанет иметь место взаимочистки. Человек так устроен, на самом деле, что он ради этого нового мира бросит все. Потому что ему не нужен другой человек. Он не делает не то, что он будет зависим, а просто делает то, что человек в принципе стремится к чему-то большему. Вот он живет в этом мире, и ему хочется чего-то большего другого. Полноты жизни, да? Независимость. И наркомане полноту жизни дает. Я не знаю, какой еще был такой какой-то фантастический рассказ, не помню уже фантаста. К этому разговору это очень опасно, на самом деле. Там люди, которые стоят, им надо Юпитер было освоить. Там был специальный механизм, куда человек заходил, выходил совсем другим. Там у него была куча ног, у него был основан к Юпитеру. Продукт заявил, что они такого первого эксперимента поправили на Юпитер. И он тут же вернул с них и убежал. И все, кого так делали, они тоже все убегают. Так этот фильм-то? Этот 3D нашумевший? Аватар. Аватар. Да, именно так тоже. Аватар. Честность. А компьютерные игры? Хотя это в меньшей степени, но люди подсаживаются на собой. Это очень сильно. Получается, что поэзия Мандельштама для некоторых людей это некий такой очень слабый вариант очень слабый. Любая литература? Ну вот я не знаю, как с любой литературой. Что философия, что литература? Ну, философия не знаю. Аристотель же говорит, что такое трагедия, да? В итоге это мышление. Почему трагедия дает нам кататься? Почему? То есть, трагедия тоже своего рода, ну, не трагедии, а конкретно, вообще, некие зрелища, да? Это тоже своего рода освобождение. Я так хочу сказать, почему она отличается от обычной литературы. Оказалось, что в обычной литературе, когда мы Дима читаем, никакого проявления этого самого подсознания оно не возникает. Ну, конечно, и в этом то, что ты говоришь, тоже ты прав. Например, легенда Золушки. Откуда она произошла, легенда Золушки? Что девочка, она была страшненькая-страшненькая, а потом королева. Она состоит, что вот люди, девочку сидели, приручали к горшку. Раньше она писала и какала в штанишке, а потом ее на горшок посадили, и все сказали, ой, а ты была плохой девочкой, а ты стала хорошей, красивой девочкой. И она такая радостная. Да, говорит, вот я встаю с горшка, наконец-то сделаю это дело там, где нужно. И вот, смотрите, мама, папа, вот. Вот, я сделала это, что тебе кажется. Это суть легенда Золушки психоаналитическая. Что мир, как бы, вот у Фрейда в самом начале появления этого термина, для него мир был очень сужен, не было ни контров в сознании, ни материи, не существовало этого родового канала. Он вообще считал, что вся мировая цивилизация является следствием приручения ребенка к горшку. Ну, так, стихоанализа, на самом деле. Это следствие приручения ребенка к горшку. Приручение ребенка к горшку. И вот культура моя и возникла из этого факта. В том числе и сказка ЗОЖ. То есть ты прав, то есть подсознание тоже работает. Именно поэтому сюжетов-то не так много в литературе. Похочивается несколько одних и теми сюжетов. Но не так, как в поэзии. Может быть, здесь есть иерархия, какое-то состояние. Но в поэзии, вот тебе подсознание, звуковое... Почему это привлечение ребенка к горшку? А почему это цивилизация? Ну, вот я тебе примем, конечно, с этой... Ну, это так рассуждается. Ну, это же... Психоаналитики так могут рассуждать. Ну, а животное... Это некорректное рассуждение. Это понятно. Это гипербола. Он имеет в виду, что человеку показывают эту границу. Он говорит, вот норма, понимаешь? И ты, как если человек к этому нормам, условно говорит, поддается этому, такому воспитанию, да, то значит он становится цивилизованным. Вот, условно, вот собаку-то, или там лошадь, да, ее приручает. Собаку приручает, да? Она становится социально приемлемым. И она входит в понятие социальность. Эти собаки бегают, с нами живут, там левошадь... Важно понимать, что это самый факт... Вот эта социализация людей... Человека к горшку, приручение, оно находится, как бы, за пределами нашего опыта. Мы об этом не помним. Но, тем не менее, вот это самое приручение человека к горшку, например, оно нас полностью везде, в повседневном мире встречает. Будь то в сказке о Золушке, то подчинение начальнику надо... Спорным фактом, спорным тезисом здесь является то, что это полностью искажает нам реальность. Человеку указали какие-то границы, он в эти границы вошел, да, и живет. И тем самым, как бы, уже реальность искажена. На самом деле, это тезис спорный. Эта тезис, это очень спорный. Да, и потом, если говорить о социальных... Хотя, хотя, не лишен основания. Потому что, действительно, ведь все-таки человек — это нечто выдрессированное. То есть, изначально человек был диким, да, изначально человек, как бы, должен, по идее, развиваться во все стороны, во всех направлениях, да. Но, они умудрились сделать это, превратить человека в нечто цивилизованное, да, или выдрессированное, то, что называется. И этот процесс был очень долгий. Действительно, на этом пути это было много жертв, да. Мы знаем сумасшедших, которые отсекли сумасшедших, отсекли, так сказать, больных, там, и так далее, и так далее. То есть, процесс этот был достаточно долгий и кропотливый, пока мы поняли, что такое норма, да. Ну, еще вот, я тоже захочу на аспект, который взять. Вот этот, мистический аспект основания по Хиллингеру, когда ты подключаешься, как бы, к некому информационному полю, и начинаешь ощущать вместо себя, вместо другого человека. Как бы, да, совершенно посторонний. И ты можешь подключаться, как говорится, к этим всевозможным категоровам, то есть, к кондиционным объектам. То есть, любой немец... Есть некое возражение по поводу Хиллингера. Дело в том, что не случается ли так, что мы просто играем роль, да? Мы выживаем свою роль и ее играем. Ну, получается, что нет, потому что ситуация, например, с этими... Не, ну это же... Согаданными, оборотами... Согласись, что трудно отличить форму, которая подражает какой-то форме, да, от самой этой формы. Вот, если я подражаю какой-то форме, то трудно отличить меня от этой формы, да? То ли я подражаю форме, то ли я есть эта форма. Ну, вот здесь, с остановкой по Хиллингеру, когда человек совершенно посторонний, которому надо сыграть позднего ребенка, понимает, что перед ним был Викида Шри Амор, то это как бы аргумент. Нет, это, конечно же, аргумент. То есть, ну, с другой стороны, мы же понимаем, что есть театр. И мы же понимаем, что артисты, которые изображают некие персонажи, что они, на самом деле, их играют. Мы же не удивляемся, что какая-нибудь артистка бесконечно точно изображает какой-то персонаж. Их, безусловно, играют. Они, безусловно, не играют. Они являются в момент игры. Да, они в момент игры даже являются, вживаются в воле. Но они-то не становятся без персонажа. Они становятся. А по Хиллингеру становятся. А у Хиллингера становятся. Буквально же? Ну, практически буквально. Нет, почему? Мой тезис состоит в том, не случается ли так, что в каждом из нас, на самом деле, изначально существует актер. Понимаешь? Да, актер-то он существует. Но надо различать человека, принимающего восстановка по Хиллингу, и просто актер. Я могу сыграть роль, там, Наполеона. Но это будет всего лишь актер. Я не стану от этого Наполеоном. Нет, а давай вот такой тезис у меня. У меня такая возникла интересная мысль. Не получается ли так, что в восстановках по Хиллингеру у человека появляется возможность действовать безответственно. То есть в обычной жизни, допустим, я. Если я начну как-то вести себя или смешно, или, допустим, неприлично, я буду чувствовать ответственность за все эти поступки свои. И поэтому я заранее отсекаю эти возможности. Я заранее себя как бы держу в руках. А если я участвую в восстановках Хиллингера? Там заранее сказано, что это не мои поступки. Не в восстановках по Хиллингеру, а ты участвуешь в театре. Точно так же. Но театр, в принципе, отличается от основок по Хиллингеру. Почему? Ты играешь некую роль и тебя разрешают вести себя так. Да ты её играешь и решаешь, но она не имеет отношения к реальности. А восстановка по Хиллингеру имеет отношения к реальности. Твой Наполеон, это будет скопище стереотипов неких. А восстановка по Хиллингеру нет. А что там будет? Почему, если человек вжился в роли Наполеона, играет эту роль Наполеона? И когда тебя назначили на воле сына кого-то, сына некой женщины большего, и когда он понимает, что кажется, что передо мной и вами лежит мертвый человек, не было ли у вас выкидышей? Были выкидыши, аборты у вас были, и аборты были. Подожди, а вот еще такой разговор, да? Ведь на самом деле мы все ходим под Богом, да, и можем там стать сумасшедшим, да? И получается ли так, что хеллинг, хеллинг это своего рода контролируемый психоз, да? То есть, как бы, я понимаю, что такое Наполеон и как его должен быть выглядеть, да? Я примерно представляю, что такое, допустим, муж вот этой женщины, да? И я примерно представляю, что такое ребенок, или примерно представляю, то есть могу сопереживать какие-то ситуации, которые возникают в жизни людей. И почему я не могу их сыграть? Это своего рода психоз. Ну, контролируемый психоз. Так вот, и получается, опять же говорю, что остановки хеллинг это то, что есть на самом деле, а не то, что ты играешь. В этом смысле... А это же как... Вот я же говорю про форму. Как различить форму, которая играет, от самой формы? Я предлагаю, говорю... Как различить реальность, так сказать, от игры в реальность? Это данность, это воспринятие, это как данность, что основка по хеллингу в обычных театрах вещи разные, принципиально. Что ты имеешь дело в основках по хеллингу, имеешь дело с реальностью, а в этом... А в театре... Именно поэтому основки хеллингера совершенно другие. Ты не должен ничего говорить, ты не должен никаких спасенных детств делать, в отличие от театра, где все действия, где всевозможные действия. Ты скуп. То есть ты... Это способ такой... Да, только мы забыли, ты из театра сразу, почему ты выкинул режиссера. А мы почему-то всегда театр относим не к артистам, а говорим, вот этот режиссер поставил вот эту вот... Потому что режиссер точно так же контролирует процесс. Он смотрит со стороны и говорит, не, я не верю, не верю, я верю, верю. Да пусть он точно так же контролирует. Точно так же, в том же ситуации. Театр, который может играть с самого начала. То есть я вот этот эмпирический факт между расстановками по хеллингеру и театром... Мне кажется, я... Не знаю, что различие надо вывести. Почему это спор вообще как-то? В чем, так сказать? Не, ну просто стоит в следующем. У нас есть расстановка хеллингера, да, это какой-то феноменологический факт, а их надо как-то понять, осознать. Игорь пытается их осознать на основании каких-то своих предположений. Что есть бессознательно, но управляет сознательными импульсами, да? И что есть, если мы можем заступить... И мы можем ступить... На это скацкого гипноза. Да. И мы можем ступить. И у тебя подсознание, которое у тебя скрыто всегда, оно является у тебя, за спиной стоит, и так вы как-то раз управляете. Оно тебе всегда здесь является. Но оно обладает определенного рода вещами, с определенного рода техникой, которую иначе как мистическое взять нельзя. Например, мы можем чувствовать, понимая другого человека, громадное расстояние. А если ты просто размышляешь и понял мотивы каких-то своих поступков, которые раньше не понимал? Это не называется подключением к сознанию? Нет, не является, потому что ты просто свои мотивы какие-то взял и осознал. Ты просто размышляешь, обычная рефлексия сознания. А что, в ситуации лёгкого гипноза принципиально иная ситуация? Да, принципиально иная ситуация. Игорь говорит, что он различает состояние обычное и измененное состояние. То есть ни размышления, ни напряжённого размышления, ни рефлексия, ни самокопания, совсем не то. То есть ситуация... В рефлексии всё равно сознание остаётся в качестве контролирующего процесса. Причём Эриксон? Потому что он придумал раньше вот при гипнозе. Ты хоп, сознание отключил, и вот перед тобой подсознание. Сам человек об этом не помнит уже, но ты при гипнозе... Игорь, а вот ещё такой момент тоже психоаналитический. Ведь психоанализ с чего начался? Психоанализм начался с того, что человек как-то там... Отвечал на какие-то там... Задавался какой-то пример... Какие-то слова назывались, и человек просто отвечал в это... Первая ассоциация. Первая ассоциация. С лайга, а с один и отвечал в это какие-то ассоциации, отвечал. И с чего начался психоанализм? Начался с того, что управлял процессом излечения доктор. Там даже целая процедура, есть такая даже процедура, как она называется, когда пациентки влюблялись в этот доктор. Ну это бывает. Да, да, это бывает. Так вот, не происходит ли так просто, что на самом деле мы для друг друга являемся врачами? И врачами, естественно, и этим, то есть мы друг другу можем и помочь в смысле здоровья, и друг другу можем навредить, да? Так вот, процесс, который связан с расстановкой Хеллингера или с психоаналитическим лечением, является ли это просто способ, каким на самом деле мы можем друг другу помочь? Просто, когда другой человек берет контроль над твоим сознанием. Да нет, это тоже так, это тоже мы можем сделать, но здесь сложно сказать, что человек другой берет контроль над сознанием. Нет, ну когда ты приходишь к врачу лечиться, ты как бы считаешь... Тебя, если контроль берет, я в основном, как по Хеллингеру, принимаю участие, это какой человек, который умер сто лет назад? Нет, это как ведущий берет контроль над твоим сознанием. Он берет контроль не в том смысле, ты же ничего не можешь сделать, Ты только ходишь и как-то поворачиваешься, ничего делать не можешь. А ведущий контролирует ситуацию. Во-первых, он выбрасывает информацию, связанную с этим человеком. И он пытается интерпретировать некие позиции, которые возникают в ходе этой ситуации. Это все правильно. Но, как говорит Илья Илья, часто любит говорить Елена Борисовна Переслегина, лучший игротехник это тот, который... Да, лучший игротехник. Понятно, что у нас есть некие идеалы. И у нас, понятно, есть некое предпонимание того, как должно быть. Но мы же хотим узнать, как на самом деле есть. Как должно быть, мы это понимаем. Что лучший игротехник это тот, который считывает с информационного поля. Лучший информационного поля. Что он как можно меньше дает заданий и неких вступительных слов для игр. Хорошо, пускай так. Игротехник это тот, кто ведущего. Я ему имею в виду, тот участник. Хорошо, пускай так. Но неважно. Вопросы же связаны с тем, как интерпретировать эти факты. Они не связаны с тем, как их должно интерпретировать. Понимаешь, вопрос не о долженствении здесь идет. Вопрос идет о фактичности. У них лечебный эффект, безусловно, от этого существует. Лечебный эффект существует и от психоанализа. И до сих пор это вам применяется. В психоаналии до сих пор это приносит какую-то свою пользу. Это так, да. И кроме того, я утверждаю, что в этом самом ситуации присутствие вот такого сознательного присутствия, бессознательного, это ситуация определенного рода наслаждения. Тоже как бы эмпирамический факт. Не, ну, это все понятно. Тут тема-то правильно затронута. Но мне кажется, что подход к объяснению расстановок Теллингера все-таки ответ все-таки, как это работает, тут, по-моему, его нет. Просто, ну, как бы все возможные термины проговорены, да? Какие-то выводы даже сделаны. Я согласен. Подводы к объяснению пока нет. Я еще понимал, как это работает с поэзией. Почему определенного рода метафоры, с преобразного образа. Это организованный текст. По-большому. Методовская технология введения в эксцентский ликнос, да? Асфорд Милтон Алексон. Она же тоже состоит из определенного рода этапа, потому что тоже тебе предлагается определенного рода текстовое упражнение. Вот ты проходишь, сколько там, 8 или 9 этапов. Их можно перечислять, я их не помню просто. Ты чем проходишь, и после этого у тебя возникает ситуация алексиньянского транса. Сейчас ты, алексиньянского транса. Не, ну, тема интересная, конечно, действительно... Может, как бы мы все-таки продолжим, или что? Потому что я чуть не понял, на чем остановились это. Может, дальше или это все? Ну, это как бы все, потому что я могу перечислить следующие вещи. Что значит, обычно я отказываюсь от обычной эстетики построения, например, как сознания, утверждаю, что, например, политическое восприятие, это очень похоже на ситуацию транса, то есть живое вызывание бессознательного-подсознательного или измененное состояние сознания. Вот это я хочу об этом сказать. Я хочу сказать, что вызывание измененного состояния сознания, что, в общем-то, и типично, что это есть некая ситуация наслаждения, которая с платонской концепцией наслаждения, я не знаю, как связать, да? С платонской концепцией. А неизмененные состояния сознания это какие? Ну, такие вот, как мы сейчас находимся. Ну, есть обычные состояния сознания. С полной равнодушью, что ли? Когда у тебя бессознательная, она присутствует вот только в форме знаков и всего прочего, иначе она не присутствует. Ну, любая эмоция, это уже измененное состояние сознания. Нет, нет. Нет, ты нормальные эмоции чувствуешь в обычном состоянии сознания. Ну, есть некое равновесие, да? Сознание некое равновесие на твёрс. Любишь, любишь, ненавидишь. А изменённое состояние сознания — это другое равновесие. Да, это не может контролировать что-то, да? Изменённое состояние сознания, я говорю, это тогда, когда у тебя бессознательное выплывает от тебя сюда. Ну что, что бессознательное, никто же не знает? Ну, получается, что как бы и знают. Ну как знают? И уж нельзя там потрогать. Получается, в ситуации Эксенсанская, Ярослава Пахенки, можешь потрогать его. Повоешь некий эксперимент? Там совершенно не ясно, что там происходит. Но, тем не менее, ты оказываешь тебе доступный удивительный ресурс этого бессознательного. Я об этом, кстати, всё хотел сказать, но я от меня проявил. Что одно из того, что у тебя появилось сознание, оно избавилось от сознания, это как раз идея прогресса. Потому что, когда ты на бессознательном уровне, ты чувствуешь своего соседа по общине, что-то ещё. В том числе, ты подключаешься, как говорят, к информационным полям, да, к информационным пространствам. Вот эти информационные пространства — это скопище всего ненужного. Скажем, архаические факты, как пшеницу возделывать или что-либо ещё, или православие верить. То есть это то, что тебе мешает дальше жить, оно мешает ограничивать прогресс. Если ты будешь постоянно слушать своё бессознательное, оно ничего тебе нового не скажет, оно скажет только старое. И способ спрятаться от этого, от бессознательного — это всё и есть способ идти вперёд. А что значит спрятаться от бессознательного? Для того, чтобы тебе вот эти информационные объекты и эгрегоры не мешали жить. Ну, что такое дрессировка человека, да? Человек, если живёт инстинктивно, да, он инстинктивно хочет попробовать всё. Ему говорят, это нельзя, а вот это вот можно, а это нельзя. Ему как-то ограничивают, да, указывают правила, как он должен себя вести. И вот эти правила, они записаны, на сознательном уровне они записаны. Сознание в каком-то отношении есть способ, каким мы, друзья, сами себя контролируем. Сознание есть всегда, да? Ну, кроме того, когда мы переходим в другие состояния сознания, или спину, допустим, да, или там сознание теряем. Но, в принципе, сознание — это есть способ, каким человек себя контролирует, да? Зачем это нужно обществу? Чтобы человеку можно было винить вину, чтобы человеку можно было, как бы, винить ответственность, да? Чтобы человеку можно было спросить, чтобы он был социально контролируемым. Я тут ещё поставил другой вопрос, почему именно так сложилось? Нет, я другом. Я как раз хочу другого. Почему именно так? Представьте, что какое-нибудь сумасшедшее общежитие... Наверное, другая, просто невозможно. Совершенно другой сумасшедший. Сумасшедший миллиард я потратил, скажем, миллиард долларов на то, чтобы доказать всем, что Христос родился в Азии, на границе между Кенией и Бразилией. Понятно, что это невозможно, потому что ни Кенией, ни Бразилией не находятся. Но у него появилось большое количество последователей. Появилось большое количество последователей — возник некий информационный объект. Информационный объект — это некая такая, проходящая вне человеческого сознания, какая-то вот такая концепция, которая есть. Если ты находишься в ситуации бессознательной как раз, информационные объекты может понимать и с них считывать информацию. Тоже это мистика какая-то, но вот так она была устроена. В том числе, а так работают на основке про Хеллингел. То есть ты тоже находишься в этом состоянии сознания, но ты из этого информационного объекта можешь считывать какую-то очень важную информацию. Тебе обязательно для того, чтобы идти вперед, у тебя вот этого мусора, этих информационных объектов совершенно ложат, ни на чем не основанном, кроме того, что в них верит большое количество людей. У тебя этого мусора очень много. И ты должен от своего сознательного и от канала, в котором они присутствуют, обладают, ты должен от него закрыться, от этого дела, ты должен от этого закрыться. Ты должен открыться для того, чтобы идти вперед. В том, чтобы закрыться от православия, от чего-либо еще. Вот люди верят в православие. Возьми мощный и этот информационный объект, как некоторые говорят, с большим основанием, что быть русским, значит быть православным. Ты можешь вычитать себя атеистом, кем еще, на самом деле ты православный как бы. Потому что ты к этому доступу. Но ты, вот закрывая свое подсознание, ты можешь закрыться от этого канала. Так в жизни обычно происходит. В том, что способ, я говорю, закрываясь от подсознательного своего. Бессознательного. Потому что бессознательное, оно обладает вот таким удивительным ресурсом. Оно может последовать, подключать тебя к этим всевозможным информационным объектам. Только надо понимать, что Игорь говорит, это только способ описания. Никакая реальность не имеет. Это способ описания. Я же говорю, у кого как. Я, например, к эгрегорам городов и всяких других вещей. Это способ описания. Я подключаюсь замечательно просто. Я этот город, прихожу к нему, я его чувствую полностью. Часто такое есть, да. Часто вот. И вы все это тоже понимаете. Вы приехали в новый город, и вы вступаете с этим всевозможным объектом, с ним у него есть. Потому что в какой-нибудь дыре, типа Белевого, его нет. Нет там его, маленький слишком. Нет там информационного объекта. А вы приехали в Казань, допустим, или куда-то еще. Или в это. Или у тебя, может быть, люди тут уже даже ушли, как это в Оске Кармен существует. А информационный объект висит. Ого! Какой висит объект. Тогда ему ложку можно вешать рядом с ним, в пространстве в Оске. Он будет висеть. Вот. Ну, ты, благодаря ресурсам каким-то, нам сейчас кажущимся ресурсам, мистическим сознанием. Через людей это чувствуешь? Да. Через людей. Ну, место силы. Что-либо еще там. Что-то еще. Как у Кастанели там. Пройти по квартире, почувствовать, где там место силы, а где надо вместо слабости. Это вот. Ты эти вещи чувствуешь. Ну, я просто здесь добавил, как бы, то, что, то, что предлагается углубиться в свое бессознательное, его используют, так сказать, в каких-то своих целях, там, не знаю, в каких-то других целях, да. Это есть следствие того, что, вот, рациональный проект, да, проект осознания себя на основании, то есть, на основании обычных способов, то есть, оставаясь в сознании, да, скажем, условно говоря, платонский проект, да, как я говорю. Он просто исчерпал свой ресурс. Исчерпал. И действительно, для того, чтобы теперь что-то как-то куда-то двинуться вперед, приходится использовать другие ресурсы. Надо сойти с ума. Я так как раз говорю, что вопросы технологии не стоят на месте, что когда-то смотрели, там, кольцо крутили, там, кого-то током било. Я тоже не знал, что от этого я включу компьютер и буду по скайпу общаться со знакомой девушкой, которая в этом месте находится в чьей. Это будет совершенно бесплатно. Вот эти такие удивительные вещи два века его называли сумасшедшим. Просто это невозможно вообще. Или там, по воздуху разговаривать, как по сотовым деликам. И тут, в первую очередь, благодаря изобретению психоделиков, в первую очередь, был такой счастливый период с 105 по 68 год, оказалось, что есть некоторые удивительные эффекты и свойства, о которых мы как бы раньше не догадывались, точнее мы видели понемножку, да, но гнали от себя проще. Ну, гнали от себя проще. Ну, не гнали. Гнали. Ну, в религии все это есть, безусловно, религия на этом часто основывается, безусловно. Безусловно, есть намаленные места, так называемые. Иконы. Иконы, да, намаленные места, иконы, они как-то воздействуют, но их действие, по большому счету, слабо. Ну, слабо. Но то, что ты нравишься Григору, это тоже самое. Да, ты же не сможешь, действительно, при помощи какого-то намаленного места останавливать. Мы недавно говорили, что во время войны какую-то икону вокруг Москвы. Да, эпидемию холера, допустим, ты не можешь ее остановить. Это вот в Вологде мы были со Стасом, там была такая красивая легенда, что у них была эпидемия чумы, они быстренько за день церковь смастерили деревянную большую, за день ее поставили, после этого эпидемия прекратилась. Вот такого, на самом деле, не бывает. Но определенного рода эффекты есть. Они просто слабые, они, казалось бы, находятся в социалистической поверхности. Когда появились психоделики, точнее, когда при этом начал заниматься более-менее популярно, а потом появились психоделики, оказалось, что подобного рода вещи, она очень значима, и эффекты носят очень сильный характер. Но оказалось, что дальнейшая психотеретическая или когнитивная революция невозможна, потому что подобного рода существования сознания, когда сознание само выбирает, какую личность ее быть и каким-нибудь стать, оно оказалось изместимо с превышенными формами социальной организации, в первую очередь с государством. Да, именно так. И поэтому государство ее замочили. То есть в тематике посадили гуру в ЛСД, так называемую, который начал там от пьета, в Мексику съездил, попробовал. Но сейчас Сурос опять пробивает такая легализация марихуаны там? Ну, марихуана это не то, оно не дает таких эффектов, как ЛСД. Это фигня. Но это же только начало. Ну, надо понимать, что все-таки... Но это же самый легкий, по-моему, наркотик считается. Проблема она состоит в том, что надо четко отличать ЛСД от... Сейчас все привычка, ах ты наркотик, значит все валится в одну кучу. ЛСД у нас рядом с героином где-то находится, а это не так. Все остальные синтетические психотерики, это не то совсем. Это то же самое, что таблетка аспирина с мышьяком. А, мышьяк принимать нельзя, вредно для здоровья, люди умирают. Поэтому аспирин тоже давайте запретим. И сейчас тоже существует подобного рода. Но проблема, что... Боюсь, что я про темателлерий. Темателлерий посадили, вначале. А поскольку он был из рабочих тестов для заключенных в свое время, он с тверкостью пошел какой-то психологический тест и выяснил, что ему надо заниматься садово-парковой работой во время его первой. И он благополучно стал садовником и сбежал в Афганистан. Там спрятался от мира, что значит. Но его американцы все равно там достали, вывезли, попить посадили. А у него семь лет отсидел в тюрьме. Потом его выпостерлил СД, ему не давали, типа, потому что он считал, что так. И он занялся программированием. Начал под краном писать и начал кричать, что при помощи подсоединения к компьютеру и участия вот в этом интернет и всем процессе, ты можешь тоже достигать определенного года измененных состояний для сознания. Знаешь, что любопытно? Любопытно, что представление о том, что в сознании есть способ каким-то, так сказать, человек обладевает собой и тем самым оказывает в социальности определенную роду услугу, да, то есть он сам себя обуздывает, да, то есть создает сам для себя тюрьму. Так вот, первая такую мысль высказала Митша. В генеалоге морали у него есть работа такая. После него, как бы, это уже стало своего рода, как бы, общим местным, там, что мы сами себе свою тюрьму создали, да, в виде сознания. Мы не хотим ее покинуть. Ну, возможно, возможно. То есть дело не в искажении реальности, дело в искажении в тюрьме. Реальность мы видим правильно. Просто мы ограничили себя, да, вот какими-то отдельными, там, формами и видами реальности, да, а все остальное мы, как бы, вытеснили, там, сумасшествия, там, наркотики, там, это распущенность, там, еще что-то там, да. Мы все это вытеснили на периферию, да, и не хотим с этим никакого времени иметь отношения. Сами себе устроили свою маленькую тюрьму. Ну, вот, это так, да. А христиане, допустим, эту тюрьму еще сузили. А монахи еще увеличили эту тюрьму. Это все так. Потому что христианский путь уже позволяет менять личность. Ну, конечно. Так, подумай, что в чем состоит... Ну, вот тоже Тимати Дерев, по-моему, рода змеи личности христианскими, естественно, к секторам относился, резко отрицательного. Считал, что не вов, а великих и минусах. Валя, послушай. В чем задача государства? Христианство вообще дает человеку возможность самому взять свою личность и лепить ничего. Нет, это не правда. Правда. В чем задача государства, еще раз. Правда. Это просто мысль выскажу. В чем задача государства? Задача государства стоит в том, чтобы человек сам себя контролировал. Чтобы не нужна была милиция. Чтобы человек взял и сам себе душил. Понимаешь? Если у него есть побуждение, допустим, чего-то там, распущенности, он сам душил себе свою свободу на корню. То есть, это же наиболее эффективный способ контроля над человеком. Если сам человек себя контролирует. Так вот, христианство добивается того, что человек контролирует у себя просто в бесконечности. То есть, человек уже просто уходит в каталекцию буквально, да, там, в молитве, да? То есть, запирается в комнатку маленькую и уходит в каталекцию, наверное, несколько лет. Потом оттуда выпрыгивает, типа, и как будто бы он там чего-то достигнет. Но государство, потому что выгодно иметь, на самом деле, контролируемых людей, контролируемых людей. Государство – это объединение людей. А кому выгодно, не выгодно? Это уже вопросы такие относительно касательно. Это государство – это объединение людей. В чем основная функция любого организма? Я государство – это тоже. Это чтобы выжить, чтобы выжить, понимаете? Если в государстве будут постоянно люди изменяться, постоянно будут плакать революции и все с отрицацией и рушиться, такое государство просто никогда не выживет. Чтобы ему выжить, надо, чтобы все было спокойно и благочинно. Как это сделать? Бросить в каждого отдельного человека нормы, допустим, морали, и все. Поразительно, что, например, советское общество с 70-х и 80-х годов, как ни странно, было более свободным, чем современное общество. Потому что такой жесткой иерархии, по мобильным телефонам марка Миномарка и всякого прочего, тогда не было. Согласитесь, все-таки. А сейчас это и есть. Это, так сказать, ваша точка зрения, что вы взяли вот это за критерий. Я говорю про любые эго-доминантные игры. Я считаю, что эго-доминантные игры в советские годы, они были настолько распространены, настолько захватывающими, прямо сейчас. Сначала для них было маловаться. Ну, а сейчас, как бы, получилось более это. В этом обществе уже слабее стало. Ну, наверное, это не весь советский период, а тот последний. Ну, я говорю, я же сказал, с 70-х и 80-х годов. В том, в чем я жил, в общем-то. Потому что я не могу сказать, и за 60-х, и более за 50-х. Просто, если Игорь следует твоей точке зрения дальше, двигаться, то надо, на самом деле, раздавать и ЛСД. И это есть способ, каким можно... Ну, там же очень сложная технология была. Это новый вид революции, да? Когнитивная. Да, надо просто создать, когнитивная революция. Такая революция использована на свободном использовании психоделик. На эту тему фильм, ну, как бы, с эпидемиологической, конечно, направленностью. Фильм «Мертвый Сезон», если вы помните. Не, не помню, не знаю. А чего там такое было? Я помню, там разведчиков меняли. Разведчики, не знаю. Там же этот, как бы, какой-то химик там, который ещё во время войны в концлагерях немецких проводил опыты над заключёнными. Он какой-то там создал препарат типа РЭЙЧ. Что, как бы, он... Ну, правда, это немножко другое, может быть. Но он позволяет приеду в малых дозах, он, как бы, действительно, так сказать, там, стимулирует творческую активность, так сказать, какие-то там скрытые возможности, так сказать, человека раскрепощает. А при приеме в больших дозах он просто делает из него животное, которое, так сказать, можно управлять, так сказать, задавать ему определённые роды работы, и он будет делать их. И этим урадоваться. Да. Ну, к сожалению, так это не произошло. У ЛСД передозировок не бывает. Совсем никаких. То есть им нельзя передозироваться, в отличие от ЛСД. Игорь, а ты хоть скажи, что плохое есть с ЛСД, потому что тут народ послушает тебя и подумает, где-то добраться к этому наркотику. Плохое в ЛСД состоит, во-первых, то, что в России ЛСД не достать, наверное. Ну, это обратно с тобой на хорошую. Ты что-то такое плохое. А второе, значит, это, наверное, состоит, что, действительно, существует опасность для определённого рода людей, что личность та, которая у тебя появится после этого применения, будет гораздо хуже, неприятнее, чем молодая Трус. Ну, ты, например, шизофряников ставишь. Это действительно. Такая ЛСД... В смысле, я просто слышал такие слова, аббревиатуру. Ну, а что это такое вообще? Психоделик, достаточно простых. Псих-эм? Психоделик. Ну, видите, химические препараты. Не, ну, как-то хорошо просто. Линдер... Ну, как вот это есть. Лизергиновая кислота. Лизергиновая кислота. Какой выходит? Лизергиновый. Лизергиновый? Так а психоделика это что? Психоделики это класс вот таких препаратов, типа пиота там. А что, воздействует на психику? Да, не просто воздействует, а именно таким странным образом. Да, таким странным образом здесь психоделики. Ну вот, потому что так можно было, ведь появилась психогенческая музыка и всякая прочая. А что в 68 году? А эритропоэтин тоже? Да, запретили полностью. Игорь, а эритропоэтин это что, тоже психоделика? Нет. Эритропоэтин это не психоделика. Эритропоэтин это все другая вещь. Это та штука, которая заставляет организм знать свою норму, границу, свои возможности. А эритропоэтин действует следующим образом, что он эту норму и границу снижает. Подавляет болевую порогу. Да, подавляет. И ты чувствуешь еще эйфорию, когда его понимаешь. Просто про хиппи я не знаю. Я вот помню, что пусть растут все цветы. Ну что-то в таком духе, да? Делать любовь или войну, да? На одной стадии из них сексуальность особо активизируется. Ну, по крайней мере, я читал газету «Правда», и я, значит, помню, что вы там в Копенгагене или Копенгагене, да? Это где столица Дании что ли? Там это было… Крестьяне было. Крестьяне. Сейчас есть, по-моему, даже. Там какой-то… Территория, где хиппи жили по собственным правилам. Хиппи там что-то развелись, потом они как-то там стали не гармонировать с этим, с обществом, и там отвели им какой-то квартал, которым они как-то заборчик сделали, причем значительный квартал, я так понял, и они там жили, а там и работали, что ли, или как, или… Они не работали, они жили на подаяние часто. Право на подаяние. Вот я не понял насчет того, что как они, за счет чего они жили, и выходили ли они там… Выходили, выходили. В этом состоит проблема, что наркомания… Почему борются с наркоманией? Нет, хиппи наркомания – это не то. Героин же это не то, что он изменяет личность. Героин разрушает организм. Он разрушает и организм, он разрушает и личность. Он все разрушает, да. Как и кокаин тоже точно так же. Да, я согласен. Все эти вещи. А грузите ЛСД, то есть аспирин с Мышняковым в одну корзину, и все сгрузили. И выяснилось, что для государства тогдашнего, американского и восточноевропейского, для них это вообще было начало конца. Когда у тебя рядом есть враг, который ЛСД не принимает, который вообще наркотиков не принимает. И которые силен и могущественно рядом находятся. И когда у тебя люди военные, которые начинают принимать ЛСД, прекращают слушаться сержанта, а вместо того, что залезают на дерево, начинают кромить птичек, то это совершенно было невозможно. И они одним концом приняли это постановление и полностью запретили ЛСД. Ну кто они? Государство. Американское, Американское Соединенное Штат Америки, в частности. А вот эти Копенгагена 3D, да нет? А разве Экстази это не производная ЛСД? Что? Экстази. Не знаю. Совершенно таким действием не обладают. Да. Именно таким действием. Нет, нет. Там есть очень много других вещей. Немного отличается по форме, то, что у нас вместо ЛСД происходит. Но эффект совершенно другой. То есть эффекта ЛСД нет. Есть много, есть ситуация транса, есть возбуждение, есть еще чего-то. Чего-то только там не бывает. Но вот ЛСДшного вот этой самой ситуации нет. И дозы там не такие, дозы гораздо больше. Нет, понятно, что в Экстази имеют микро-дозы. По-моему, это производная ЛСД. Возможно. Нет, это по-другому оно устроено. Нет, они же в каких-то странах просто разрешены. Да, они по-другому... Экстази, по-моему, PCP, по-моему, называется. Их много. Там был исследователь с русской фамилией русского происхождения в Америке. Вот. И психодатиков в какой-то стиле 40 штук не засинтезировался в жизни. Но вот именно ЛСД, оно в этом смысле... Нет, в каком-то смысле, когда мы принимаем снотворное или антидепрессанты, это же ведь тоже что-то вроде... Посмотрите. Просто посмотрите. Я говорю, что я в этом не копался. Ну а как, они тоже повышают это? Изменять сознание? Нет, снотворное, во-первых, сознание не изменяет. Ты просто начинаешь... Снотворное там разное тоже бывает. Можно снотворных наживаться, у тебя и этот пойдут, и... Да я думаю, что нет. Нет, нет, нет. Это снотворное. Они изменяют, но есть разная форма. По сравнению с ЛСД, это ничто такое. То есть ЛСД, вот оказалось... Там какая-то есть своеобразная теория, что она по своей форме, по своим размерам и подходит к каким-то рецепторам. А аналогично? Да. Это снотворное. УчейÁльğı. Брест fixtureulp,AGна. Провередим, полече, пугайные. Продолжение следует...